Исторически так сложилось, что этнические украинские земли есть на современных территориях всех соседей Украины. Берестейщина в Белоруссии, Лемковщина, Бойковщина и Подлящья в Польше, Пряшевщина в Словакии, Мармароши-Буковина в Румынии, Приднестровье в Молдове, Стародубщина и Восточная Слобожанщина в РФ. Это вроде бы знают все. Также украинцы жили с давних времен и в Венгрии. Особенно много их было в северо-восточных регионах в конце 17 века, после освобождения страны от османов. Но как так получилось, что сегодня этнические земли украинцев в Венгрии абсолютно отсутствуют? Их нет? Или может есть? А мы не знаем? А давайте-ка попробуем разобраться. Но вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на Патреон и BuyMeCoffee, и самое главное, не забывайте регулярно донатить на ЗСУ. Итак, сейчас в Венгрии проживает 9,5 миллионов человек, среди которых 78% составляют венгры, или мадьяры, как они сами себя называют. На втором месте в стране ромы. Их 3,6%, 308 тысяч. На третьем немцы 1,6%, 130 тысяч. Ну а дальше словаки, румыны, хорваты, сербы, словенцы. Удивительно, но украинцы, представители крупнейшего соседа Венгрии, не имеют в стране даже собственной национальной организации, и, соответственно, их количество считается таким низким, что никто их даже не считает. Как такое вообще возможно? А может, украинцев мадьяры, как и словаки, называют русинами? Действительно, есть такая национальность в перечне, но количество русинов в Венгрии всего 4 тысячи, а в соседних с Венгрией, Словакии и Румынии проживает, соответственно, 55 и 51 тысяча украинцев, и это только официально. Выходит, что в процессе исторического расселения украинцы обошли нынешнюю Венгрию, хотя совсем не обошли соседние страны, которые во времена расселения были составными частями королевства Венгрия. Да быть такого не может, особенно учитывая, что украинцы и венгры долгое время были в одной империи. Когда-то на экскурсии в замке Паланок рассказывали, что Мукачевская греко-католическая епархия занимала очень значительную площадь и уходила далеко за пределы нынешнего Закарпатья, в том числе и в Мадьярские земли. Значит, там тоже были греко-католики. А есть ли они там сейчас? Официальная статистика говорит, что греко-католиков в Венгрии около 300 тысяч. Ничего себе! Оказывается, украинцы жили в Венгрии с давних времен. Особенно много их было в северо-восточных регионах. Количество украинцев особенно увеличилось в последнюю четверть 17 века, после освобождения страны от османов. Почти все пришедшие в заброшенные населением области поселенцы были украиноязычными греко-католиками Мукачевской епархии. В 18 веке в греко-католических храмах Венгрии начали проводить богослужения на мадьярском языке. Это был первый мощный шаг к ассимиляции украинцев. Руководство Венгерского королевства поняло, что не стоит уничтожать русинов-украинцев физически. Нужно уничтожить их язык, и русины исчезнут. Потом закрыли украинские школы. Второй шаг, еще более мощный, сделали в 19 веке. Власть разными методами начала стимулировать мадьяризацию. Тогда появился термин «мадярон». Таким словом называли «мадьяризированных русинов-украинцев». В первую очередь представители духовенства и интеллигенции, имеющих откровенную венгерскую ориентацию. Мадяроны отказались от собственного языка, культуры и религии. Начали способствовать мадьяризации украинского населения, заставляя стесняться своего народа и скрывать свое украинское происхождение. Выдающийся закарпатский просветитель Александр Духнович вот так писал о мадяронах. Ему русское слово мерзко, он стесняется русского. Сущий между мадьярами, он уже мандокает, ища тем расположение у чужих. Так истинно есть мое слово. Русин-венгерский мадярон чем-нибудь будет только не русином. У них, мадьяр, все народы быдло, скоты. Только один мадьяр был человеком. Кто не мадьяр, тот и не человек. В венгерском королевстве были созданы такие условия жизни и психологический климат для национальных меньшинств, которые заставляли часто наперекор личным принципам и убеждениям отрекаться от национальной культуры, языка, политических, религиозных и других взглядов. Венграм был присущ высокий уровень нетерпимости по отношению к немецким национальностям. Только отказ от своей народности, признание себя мадьяром и патриотическая деятельность, как правило, давали возможность получить образование, сохранить или занять высокую должность и продвигаться по карьерной лестнице или просто иметь средства к существованию. Формированию у украинцев комплекса неполноценности и перехода к мадьяронам способствовала не только шовинистическая политика венгерской власти, но и отрицательные черты менталитета и поведения самих венгров. Они на бытовом уровне в общении с украинцами постоянно пытались показать свое превосходство. Подчеркнуть простоватость, необразованность закарпатцев обзывали их дикарями-рушняками, глупыми русинами, вонючими рутенами или свиньями. В образовании политика венгерской власти была направлена на культивирование у детей и молодежи чувства принадлежности к мадьярской родине и мадьярской нации и преданности венгерскому государству. Иван Франко в статье «И мы в Европе» описывает, как школьный инспектор-венгер, приглашенный на обед к местному священнику, возмутился тем, что его дочь говорит на украинском языке. «Я не могу есть обеда вместе с таким мадьярским горожанином, который не научил своего ребенка по-мадьярски, которого ребенок лает варварским жаргоном». Это был настоящий этноцид украинцев, который в 20 веке приобрел признаки геноцида, когда мадьяроны начали сотрудничать с венгерским правительством во время Второй мировой войны и участвовать в пытках и расстрелах воинов Карпатской Сечи. За 300 лет целенаправленной политики этноцида венгры полностью уничтожили украинский язык в Венгрии, таким образом доказав известное выражение «Когда исчезает речь, исчезает и народ». Это отличная иллюстрация того, что безуспешно пытается сделать с украинцами еще один сосед – Россия. И когда еще не так давно в Украине некоторые сторонники тезиса «Какая разница?» не серьезно относились к языковому вопросу, то таким образом подыгрывали врагам Украины. Многие русские правители, как и Путин сейчас, столетиями мечтали стереть украинскость с лица земли, но этого у них не вышло и, слава богу, уже не выйдет. А вот на Мадьярской территории украинский народ исчез. Эти 300 тысяч нынешних греко-католиков – это все потомки украинцев. Но они не знают украинского языка и никак не позиционируют себя с Украиной. В городке Гай-ду-Дорог стоит построенный в середине 18 века греко-католический храм, ныне являющийся центром архиепархии. В Гай-ду-Дороге никто не знает украинский язык, английский тоже. Поэтому вы не сможете спросить, есть ли украинцы в городе. Хотя ответ известен. Вот только невероятный иконостас, в котором 54 иконы, является прямым свидетелем невенгерского происхождения этого храма. Но об этом уже никто не скажет. Итак, мы выяснили, что на территории Венгрии тоже есть украинские этнические земли. Две северо-восточные области, где расположено большинство греко-католических епархий. Лиц украинского происхождения в Венгрии почти 300 тысяч, но украинцами они себя, к сожалению, не считают. Но и еще хочу напомнить, что такое этноцид. Это разновидность политического поведения, направленного на уничтожение идентичности и культуры конкретного этноса. В отличие от геноцида, достигающего той же цели путем физического истребления людей, принадлежащих к этносу, этноцид может проводиться комплексом мер, разрушающих системные связи внутри народа, подталкивая его представителей к переходу в другое этническое качество. Наибольшее усилие в осуществлении политики этноцида прилагается для уничтожения национальных языков. Это лингвоцид, и Венгрия в этом преуспела просто прекрасно. Где-то в Кремле наверняка уже давно изучили мадярский опыт борьбы с украинцами. Но что-то у них идет не так, и слава богу. А в целом, что ни говори, но с некоторыми соседями Украине повезло не очень. Впрочем, украинцы смогли выжить и сохраниться на протяжении многих столетий жестокой борьбы за свое существование. Сможем и сейчас. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok